В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. Ключи в новую жизнь, глава муниципалитета вручил детям-сиротам сертификаты на приобретение жилья. Я счастлива, что добилась того, чего хотела. Зеркало нашего времени в историко-культурном центре открылась фотовыставка работ видновчанина Владимира Гриневича. Я хочу, чтобы человек когда зашел, он увидел, что происходит там. Соревнования по мотокроссу прошли на трассе «Казачий дозор» в Горках. Мы сейчас делаем очень большой упор на детей, то есть именно на детские гонки, на развитие. В рамках государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот сегодня глава муниципалитета Алексей Спаский вручил двум девушкам, достигшим 18-летнего возраста, сертификаты на приобретение квартир. Подробнее в репортаже Юлии Погосьян. Студентка колледжа Московии Анастасия Васильева уже мечтает, как будет обустраивать свою новую квартиру, которую приобретет по программе социальной поддержки детей-сирот. Говорит, больше внимания уделит интерьеру. Подобрать посуду там какую-то, под цвет все вот это. Также, наверное, буду украшать как-то всякими декорациями красивыми, чтобы было уютно в квартире. Потому что это первая, конечно, своя квартира, это будет очень трудно, мне достаточно волнительно. Ну, я счастлива, что добилась то, чего хотела. Приобрести жилье Анастасия и другие участники государственной программы могут абсолютно в любом регионе страны. Но зачастую ребята остаются в Ленинском городском округе. В этом году сертификаты от администрации муниципалитета получат 8 человек. Одна девушка уже успела заселиться в свою новую квартиру. Суммы почти в 6 миллионов рублей хватило на двухкомнатную. Еще двоим сертификаты сегодня вручил глава округа Алексей Спасский. Мы в этом году наконец смогли выйти, знаете, даже не на опережающий темп, а то, как это должно быть в идеале. То есть дети получают квартиры практически в течение недели, а иногда пару недель после того, как им исполняется 18 лет. Это идеальная такая ситуация, будем ее называть. Поэтому будем продолжать. Детей-сирот своим жильем администрация Ленинского округа обеспечивает с 1996 года. В 2023-м программа дополнилась. Теперь у потенциального собственника есть выбор – довериться органам власти или на сумму сертификата приобрести квартиру самостоятельно. Дает возможность напрямую договариваться с продавцом, обсуждать моменты, обсуждать стоимость. То есть какие-то, может быть, рынок есть рынок, какие-то преференции для себя. То есть часто оставляют какую-то мебель даже в этих квартирах, бывает так. Ну и потом, в любом случае, даже после того, как сертификат получен, администрация все равно помогает навести там порядок. То есть они получают, после того, как въедут в квартиру, еще получают подарок от администрации. Однако четверо из восьми участников программы приняли решение получить ключи от квартир, которые приобретет администрация. В этом случае жилье, как правило, предоставляется в новостройках. Юлия Погостьян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, ВиднетВ. Четвертая персональная фотовыставка работ оператора Первого канала «Видновчанина» Владимира Гриневича «Зеркало нашего времени» открылась для посетителей в историко-культурном центре. Наша съемочная группа, одной из первых, оценила экспозицию. Новая экспозиция под названием «Зеркало нашего времени», открывшаяся на днях в историко-культурном центре, это очередная попытка осмыслить события, происходящие сейчас на Украине. Посетители смогут взглянуть на них глазами человека, который пробыл за ленточкой не один месяц. Автор выставки, оператор Первого канала, фотограф Владимир Гриневич, уже хорошо знаком видновчанам. Закон с небольшим, третий выставок. Третье, и я вам хочу сказать, каждое, на мой взгляд, это шедевр, это уникальность. И исходя из своего опыта, скажем, вот лет через 20 мы все поймем, чего это стоит. Из 150 фотографий, сделанных Владимирову за последние несколько месяцев в ходе рабочих командировок, для выставки были отобраны 90 самых ярких и запоминающихся. Экспозиция поделена на несколько тематических разделов. Первый зал сразу погружает посетителей в атмосферу военных действий. Я хочу, чтобы человек, когда зашел, он увидел, что происходит там. Вот, допустим, кстати, интересная фотография на гиацинт получилась. Ну, правда, случайно. Вы видите, насколько 152-миллиметровый снаряд выстреливается таким хлопком, что, видите, это не смазано, это подрывается пыль. Более половины представленных работ – портреты бойцов вооруженных сил России. Именно они – центральная часть экспозиции. Человек, который будет смотреть в глаза вот этому парню, чтобы они знали, кто он, хотя бы кто он. Он артиллерист. Все, больше ничего не надо. Просто дальше смотрите на него. Посмотрите, может быть, вы увидите в нем знакомого. Может быть, вы что-то прочитаете в его глазах. Вот это мне нужно было передать. Глаза наиболее пронзительно дают возможность, ну, чуть-чуть почувствовать ту атмосферу того бытия, которая присутствует сейчас там, вот этого военного времени, вот этой боли, тоски, где-то ожидания чего-либо. Ну, и, конечно, большого желания вернуться домой. Русский солдат, он везде приспособится и везде будет сильным духом. Он никогда не покажет свою слабость, потому что дрогнувший в бою пулю пловит сразу же. Здесь мы видим на этой выставке, на этих фотографах, все солдаты, все жизнерадости, как бы тяжело нам не было. В день открытия выставки ее посетили ученики пятой видновской школы. На одном из уроков мужества ребятам предложили познакомиться с экспозицией, и те с радостью согласились. У нас сюда привел учитель истории, и мы узнали, что на войне участвовал ученик нашей школы и погиб там, сражаясь. Это не фотографии специальные, это моменты сфотканные. Мы узнали, что там происходит, как там у них дела. Одновременно с выставкой в историко-культурном центре фотоматериалы будут представлены и питерской публике. В ближайшее время экспозиция работ Владимира Гриневича откроется в Санкт-Петербургском военно-историческом музее артиллерии инженерных войск и войск связи. Ну а видновчане смогут познакомиться с экспозицией до 28 мая. Екатерина Борисова, Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ульга Садовская, Видное ТВ. Равняйся на раз-два, рассчитай. Смотр строя песни прошел в Бутовской школе номер один. В строю ученики с первого по одиннадцатой классы. Спасибо, держи стой! И гордо шелестят знамена! Попады на тобой, единою судьбой, Мы связаны с тобой, друг мой! Сегодня почти все, как в армии. Построение парангу и торжественный марш. Ученики первой Бутовской школы приняли участие в смотре песни из строя, посвященному Дню Победы. С приветственным словом к ребятам обратился заместитель председателя Совета депутатов муниципалитета Валерий Черников. Хотелось бы пожелать вам успехов в сегодняшнем мероприятии, поздравить вас, ваших родителей, ваших дедушек, бабушек с этим замечательным праздником, а также учителей вашей школы. Ученики с первого по одиннадцатый классы почти месяц готовились, чтобы показать четкость и синхронность колонн и шага, исполнение строевой песни. Изюминка этого смотра – парадная форма. Она посвящена различным родам войск и подразделений. В строю сегодня и мальчишки, и девчонки. Гордость. Флаг держу. Нравится страна. Горда за своих дедушек и бабушек, за то, что они победили, за то, что защитили нас всех. Девятое мая – это великий праздник нашего народа. Это победа Красной Армии Советского Союза над фашистской Германией. Для меня этот праздник очень ценен, потому что у меня почти вся семья, мои прадеды воевали. И прапрадеды. Этот праздник самый главный из всех праздников для нас. У меня воевал дедушка. Он дошел до Берлина, но он не смог вернуться, потому что в его ногу попала мина. Среди тех, кто наблюдал за школьным парадом – участники специальной военной операции. Они приехали в гости к ребятам не с пустыми руками. Снаряды, патроны, сухпайки – все непосредственно с поля боя. Любые экспонаты можно потрогать. Различные каски. Это наши каски, которые используют как и наши солдаты, так и солдаты Украины. Это польские каски, соответственно, она после выстрела, видите сами, с пробитием. Ну и ребятам будет интересно тоже увидеть, потрогать, чтобы на будущем наши отшитники могли понимать, что это. Это большие мины от больших. Это маленькие мины, а это большие. Все экспонаты будут переданы в Школьный музей времен. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ. На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу. В заездах приняли участие гонщики разных возрастов. Наша съемочная группа болела, разумеется, за видновчан. Первенство по мотокроссу в деревне Горки проходит уже более пяти лет. В очередных соревнованиях приняло участие более ста спортсменов. Сегодня проходит чемпионат Московской области по мотокроссу и питбайку. Это традиционный у нас здесь первый этап проходит на трассе «Казачий дозор». И всегда собираются из Подмосковья ребята и из близлежащих областей. Первенство Ленинского городского округа по мотокроссу – важная дата в календаре каждого профессионального мотоциклиста. Трасса с крутыми поворотами, спусками, трамплинами для прыжков и другими неровностями рельефа делает это состязание зрелищным, динамичным и захватывающим. Спортсмены соревнуются в 17 различных номинациях. Девять классов большого мотокросса, в него входят и детский, и большого мотокросса. То есть три вида, будем так говорить, специализации. Для Григория Товарного гонка на трассе «Казачий дозор» – прекрасная возможность поработать над техникой и повысить свой уровень профессионализма. Я еду в двух классах битбайк до 160 и любителей до 35. На чемпионатах России по битбайку я занимал призовые места. Да и в обычных соревнованиях я приезжаю чаще всего в тройки. Андрей Тихонов участвует в соревнованиях с пяти лет. Выбрал этот вид спорта, так как он развивает физическую силу и выносливость. Управлять квадроциклом надо иметь много силы. Чтобы гонять на квадрике, обычный человек не сядет на квадроцикл и будет кататься на нем. Потому что, во-первых, он может что-то сломать, а я уже приспособлен к этому. Тренирует Андрей его папа Станислав Тихонов, руководитель профильного комитета Мотоциклетной Федерации России. Мы сейчас делаем очень большой упор на детей, то есть именно на детские гонки, на развитие. Потому что квадроциклов в России очень много, культура немножечко отстает. Мы прививаем это, чтобы дети ездили в полной экипировке, в шлемах. Использовали, скажем так, определенные навыки вождения, чтобы это было не просто так бесконтрольно, а чтобы это было безопасно. Поддержать гонщиков пришло много болельщиков. Максим Прокопенко – поклонник этого спортивного праздника. Интересно смотреть, как ребята ездят на технике. Ну, еще в канун 9 мая получается. Ну, и вообще, тоже сам занимался давно всей этой темой. Очень увлеченный темой. С каждым годом соревнования на трассе «Казачий дозор» набирают популярность как у профессиональных спортсменов, так и у начинающих. По итогам первенства гонщики получили более 30 кубков по разным дисциплинам. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»